Музыка Сам по себе я человек динамичный, люблю так же путешествовать, смотреть мир и начинал свой бизнес так же за рулем. Наверное цель была что-то иметь свое, чисто люблю автомобили, нравятся чистые красивые автомобили. Появилось желание развиваться, расширять бизнес, решили расширить именно услуги, чтобы соответствовать и предлагать всем клиентам. Не хватает каких-то динамических станций, чтобы машину проконтролировать, обслужить ее в уровне. Все это безопасность. Для того, чтобы правильно эксплуатировать, было безопасно, машина была исправна, нужно что-то делать свое. Казалось бы, что может объединять всех этих людей с разным бизнесом, разными сферами интересов и профессиональных предпочтений? Ответ прост. Они клиенты учреждения с большим опытом работы в сфере предпринимательства. Брестская областная дирекция открытого акционерного общества «Белгазпромбанк». Все эти успехи – еще одно подтверждение того, как можно кардинально поменять свою жизнь, заручившись поддержкой опытных наставников и партнеров, таких как сотрудники «Белгазпромбанка». Сегодня малый и средний бизнес – одна из приоритетных категорий клиентов учреждения. О том, почему сегодня эта категория предпринимателей интересна белорусской экономике и какие требования предъявляют к ним рынок услуг, об этом мы говорим с директором Брестской областной дирекции открытого акционерного общества «Белгазпромбанк» Натальей Арцемене. Наталья Михайловна, поделитесь, пожалуйста, своим видением, почему в последние несколько лет мы все больше говорим именно об этой категории предпринимателей и много ли представителей малого и среднего бизнеса среди клиентов «Белгазпромбанка». Мероприятия в рамках миссии «Белгазпромбанка» направлены на развитие, на поддержку малого и среднего бизнеса. Почему так? Потому что на сегодняшний день малый и средний бизнес – это драйвер экономического роста экономики нашей страны. И если говорить о Брестской области, Брестском регионе, то 20% от всех субъектов малого и среднего бизнеса области обслуживаются в Брестской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк». Для каждой категории клиентов в «Белгазпромбанке» разработана своя программа поддержки. Какие предложения сегодня в перечне услуг вашего учреждения для малого и среднего бизнеса? В чем их преимущество? Самым востребованным в 2017 году, по нашему мнению, на протяжении года было кредитование в рамках банка развития. То есть за счет финансов, предоставленных банком развития для «Белгазпромбанка». Кстати, хочу отметить, что Банк развития уже третий год подряд определяет «Белгазпромбанк» как лучшим партнером в работе с малым и средним бизнесом. Так вот, по линии Банка развития мы на сегодняшний день имеем возможность представить финансирование в белорусских рублях на срок до 5 лет для поддержки как стартап-компаний, так и экспортеров женского предпринимательства, регионального предпринимательства. На сегодняшний день мы можем предложить кредитование за счет ресурсов «Белгазпромбанка» в валюте на срок до 10 лет. Если речь идет о финансировании приобретения недвижимости, то это 10 лет. Если речь идет о финансировании приобретения оборудования и транспорта, то это на срок до 7 лет. Ставочка по данным видам кредита первый год 5,99 и последующие годы 7,99%. Наталья Михайловна, в своей деятельности, несмотря на общий набор услуг, Вы выделяете в качестве важных критериев работы такой, как индивидуальный подход. В чем он проявляется при работе с представителями малого и среднего бизнеса? Он индивидуален до деталей отдельных. Мы можем выдавать кредит и устанавливать процентную ставку, исходя из вида деятельности, исходя из состояния экономики предприятия, исходя из сезонности его работы. То есть график выплаты по кредитам может устанавливаться индивидуально. Кроме того, мы можем предоставить рассрочку или отсрочку в оплате кредита. Также у нас индивидуальный подход к обеспечению. В обеспечении принимаем как объекты недвижимости, так и транспорт, оборудование, поручительство. Белгоспромбанк – это учреждение, которое постоянно развивается, стараясь соответствовать тенденциям времени. Расскажите, над чем работаете сегодня? Во-первых, над упрощением пакетов документов, которые предоставляет малый и средний бизнес в банк для получения кредита. В целях экономии времени, трудозатрат, как и субъектов хозяйствования, так и работников банка. И, конечно же, над качеством предоставления продуктов, над оперативностью, и над расширением линейки кредитных продуктов, внедрением более современных продуктов. Малый и средний бизнес в разрезе белорусского предпринимательства рассматривается государством как локомотив экономики. Сегодня на относительно небольших предприятиях формируется новый образ отечественного рынка. Активно появляются рабочие места, зарождаются перспективные производства и сервисы обслуживания. История клиентов Белгоспромбанка – это хороший пример того, как, имея на руках бизнес-план и четкую стратегию работы, заручившись поддержкой надежного кредитного партнера, можно воплотить в жизнь свои мечты, сделав при этом жизнь в областном центре лучше, качественнее, комфортнее. Хочу отметить, что сотрудничество с банком от руководства до исполнителей только положительное. Решения принимаются взвешенные, очень быстро. Всегда банк идет нам навстречу. В случае снижения на рынке кредитных процентных ставок, изначально сам инициирует встречу и предлагает понижать данные ставки. Всегда лоялен, довольно быстро обрабатывает документы, оборот, предоставляемый нами. Были предложения с других банков, но как-то чувствуешь, наверное, родным себя там. Выслушают, помогут, подскажут. Поэтому мы планируем еще дальше развиваться. И тоже, я надеюсь, в сотрудничестве и в помощи Белгоспромбанка дальнейшее кредитование. Специалисты Брестской областной дирекции Белгоспромбанка в новом 2018 году будут поддерживать все те хорошие традиции, которые сформировались в работе с клиентами. Здесь хорошо понимают, только держа руку на пульсе и оставаясь рядом с партнерами, можно создавать энергию будущего. Так уже исторически сложилось, что день банковского работника в Республике Беларусь совпадает с первым выходным. В этом 2018 году это день, который совпадает с праздником Рождества. Поэтому в преддверии этих прекрасных праздников, Нового года, Рождества, Дня банковского работника, я хочу поздравить своих коллег, свой коллектив с наступающими праздниками. Конечно же, пожелать им тепла, благополучия, в том числе и финансового, успехов. Ну и, конечно же, воплощения всех идей, всех задумок. Всем нашим клиентам в преддверии Нового года и Рождества хочу пожелать финансовой стабильности, благополучия, ну и, конечно же, терпения и поддержки близких.